Ну, во-первых, ребят, как вам свет? Мне кажется, ничего так. Это видео ни о чем на самом деле, я его даже не планировал. Последнее долгое время у меня в голове крутится одна и та же мысль, но пока что все к действию не приходит, поэтому подумал, просто начни делать и будь что будет. Пока что я не хочу рассказывать подробности. За последнее время я приобрел один онлайн-курс, скажем так, почти что для всех креативных людей, то есть фотографы, режиссеры, мейкаперы, стилисты, художники. И как бы основная идея курса и цель – это начать делать свои креативные проекты и начать публиковаться в разных зарубежных ресурсах. Может быть, это журналы, онлайн-публикации и так далее, и так далее. Я не могу сказать, что этот курс был плохой. На самом деле он очень хорошо структурированный. Но получается так, что если ты сам ментально не готов к обучению, не обязательно к этому курсу, а вообще, то это не сработает. Неважно, сколько ты потратишь на этот денег, неважно, какой материал, это просто не будет работать. Но на самом деле этот курс не то чтобы вообще бесполезным оказался для меня, есть какие-то результаты, есть много практичных информаций, которым можно пользоваться завтра всю жизнь. Поэтому было полезно, но, как оказалось, я просто тот еще лентяй. И сейчас на сейчас какой-то у меня странный период. Я 95% своего времяпровождения, я нахожусь дома, а именно вот в этом месте, перед компом, и просто залипаю. Ладно, не залипаю. Конечно, 50% я монтирую, работаю, но остальное вот время, когда я должен как раз-таки генерировать свои креативные идеи, они как-то у меня остаются на начальной стадии. Попытался сделать детокс от социальных сетей. Честно, для меня, как оказалось, это капец как сложно. Удалил приложение из телефона Instagram и YouTube. В чем весь прикол? Я все еще пользуюсь как бы относительно. Не так часто, как раньше, конечно, но все же я, когда мне совсем уж становится скучно и нечего делать, я захожу в Instagram через браузер. Через браузер на телефоне или через браузер на компьютере и начинаю смотреть сториз. Но это не так, что прям капец, я хочу вообще от нее отказаться, потому что нужно научиться совмещать эти вещи и балансировать. Также, кстати, не работаю, а то есть у меня стоит на стадии разработки одно видеоэссе про последний сериал, который я посмотрел. Это ситком, вот. Если я возьму себя в руки и наконец-то закончу этот сценарий, для меня это первое видеоэссе. Такая отдельная категория в YouTube. И если вам интересно, то я советую вам посмотреть канал, который называется Nerdwriter 1. Это очень крутой чувак, такой эстет, очень любит кино, искусство и все, что связано с искусством. Да и не только. У него есть видеоэссе даже про Трампа. Ну и мне кажется, его основной месседж это в том, чтобы не подавлять вот свою любознательность и всегда вот искать и узнавать что-то новое. Так что да, надеюсь, в скором времени я все-таки сделаю свое первое видеоэссе. Спасибо, что посмотрели это тупое видео.